Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копленд. Давайте помолимся и сразу же приступим к библейскому изучению. Отец, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу, и мы поклоняемся Тебе сегодня за эту передачу. И за каждое сказанное слово, и за каждый совершенный поступок, каждую отвеченную молитву для наших радиослушателей и телезрителей. Мы воздаем Тебе хвалу и честь, и славу за это, Господь Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Давайте поприветствуем брата Джерри Сывейла на нашей передаче. Спасибо. Я рад вернуться сюда. Вот что я скажу тебе, Джерри. Прошлой ночью я вспоминал все то, что происходило с нами. Мы видели много. Мы много чего видели, правда? И я вспоминал. В то время это было не смешно, но были некоторые очень и очень смешные вещи. Когда вспоминаешь это, понимаешь, что это было на самом деле смешно. Я вспоминал этого парикмахера с востока Арканзаса, где мы проводили служение в помещении школы. Мы были вдвоем в Джерри. В этом городке был парикмахер, который также был пастором церкви, которая, в свою очередь, была известна тем, что ни во что не верила. И он дал объявление в газету, что даст тысячу долларов, а это было давно, в начале 70-х, да? Так вот, он даст тысячу долларов тому, кто сможет доказать, что получил какое-то исцеление, чудо. Чудо или исцеление? Да, чудо. Он дал такое объявление в газету, и, конечно же, во время наших служений происходили чудеса. Ну, как бы там ни было, о нас они говорили плохо. Боже мой. И он говорил такие вещи. «Если у этого проповедника есть какая-то сила, пусть придет и ослепит меня, как это сделал Павел». Да. Я сказал, «Господь, можно я ослеплю его? Пожалуйста». Он ответил, «Нет». Я спросил, «Почему нет?» «Я даже не нуждаюсь в твоей силе, только дай мне разрешение, я ослеплю его хотя бы на недельку». И Господь ответил, «Нет, не нужно этого делать». Я не отставал. «Почему же нет?» Он объяснил, «Вари Иисус, тот человек в Новом Завете, так звали того колдуна, встал на пути между Павлом и царем». Да. И Господь сказал, «Тот человек в Новом Завете был преградой не только для служения Павла, но и для спасения того человека, которому служил Павел». А этот человек не представляет никакой угрозы. Оставь его в покое, забудь о нем. Продолжай заниматься своими делами. Мы так и сделали. Я больше не обращал на него внимания. Но вот тогда один человек пришел и постучал в дверь номера Джерри. Джерри открыл дверь. Тот спросил, «Вы Кеннет Коплэн?» Джерри ответил, «Нет, но я вместе с ним». «Я могу что-то для вас сделать?» Расскажи, что он тебе сказал. Что же? Прежде всего он рассказал об этих объявлениях. «Если Кеннет Коплэн сможет совершить чудо, тогда мы дадим тысячу долларов. А если он может это сделать, тогда скажи ему ослепить меня». Я помню, как рассказывал тебе об этом. «Но ты не говорил мне, что сказал тебе Господь». Я думал, «Надеюсь, брат Коплэн так и сделает». Я бы и сам хотел увидеть это. Но ты ответил, «Нет, я не буду связываться с ним. Он уже слепой». Я подумал, «Замечательный ответ». Но потом этот человек сказал, «Так получилось, что моя дочь больна, и врачи не дают особенной надежды». Он услышал все эти разговоры о парикмахерской, не так ли? Он ждал, чтобы его подстригли, и вся эта компания парикмахера, которая, по существу, состояла из одних бездельников, которые ничего не могли сделать. Они там в согласии обсуждали что-то, а этот человек сидел там все и слышал. Они сказали, «Азмом и называли Целителем». Поэтому он пришел ко мне узнать, здесь ли Целитель, а не Канут Коплэн. Он хотел знать... Вот что он хотел. Он сказал, «Это вы Целитель?» Я ответил, «Нет». Он спросил, «А кто тогда Целитель?» Я ответил, «Иисус Целитель». Он сказал, «Нет, я имею в виду этого проповедника». Я объяснил, «Нет, он не Целитель, Иисус Целитель, но Бог исцеляет через его служение». Я не приведу вам его слова в точности, но он сказал, «Мне наплевать, кто совершает исцеление, я просто хочу, чтобы моя дочь была исцелена, кто бы это ни сделал». И он привел ее, и эта девочка... Джерри, я только сейчас осознал, что это было. С больным позвоночником, да. Это была его дочь? Да, это была его дочь. Он привел ее в тот вечер, и она получила исцеление. Я узнаю об этом только через 40 лет. Да, я сказал ему, «Привезите ее сегодня вечером на служение». У нее была спица в позвоночнике, помнишь? Кажется, она попала в автомобильную аварию, и Бог исцелил ее той ночью. Ты посвал ее и сказал ей наклониться, двигаться. Ее мама отвела ее в женскую раздевалку. Мы проводили собрание в школьном спортзале. Ее мама повела ее в раздевалку и сняла с нее корсет. Она вернулась назад и могла свободно двигаться. И я тогда спросил, «Здесь есть врач?» Один человек поднял свою руку. Я попросил его, «Сэр, пожалуйста, вы можете подойти и осмотреть ее?» И вот что он сказал. «Тебе нужно пойти к врачу и получить свидетельство, чтобы тебе получить твою тысячу долларов потом». Но он так и не дал эту тысячу долларов. Неважно. Но тот пастор проталкивал эту идею. Так вот, врач подошел, осмотрел ее и сказал, «Я с уверенностью свидетельствую, что с ее спиной произошло чудо. Я забыл, что именно там произошло. Я повернулся к ее маме и сказал, «Теперь вам нужно отвезти ее к врачу». Она ответила, «Это и есть ее врач!» Именно он заботился о ней все это время. Но я не знал, что именно она была дочерью того человека, который пришел тебе тогда в номер. «Я очень рад, что Господь напомнил мне это». И ты сказал им тогда, «Это самое настоящее чудо, и вы должны дать этой девочке тысячу долларов». Но, конечно же, они этого так и не сделали. Чуть позже он явился опять с двумя друзьями. Да, другой случай. Слава Богу. Вот что я вам скажу. Не пропустите ни одной передачи на этой неделе и следующей неделе, потому что все неудачи, которые христиане терпят в своей жизни, это неудачи, которые они терпят в молитве. Это очень-очень просто. Слово Божие говорит, «Не имеете, потому что не просите». Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Иначе говоря, когда вы молитесь, вы не знаете, что вы делаете. Да. Вы не молились правильно. Не молитесь правильно. И Писание очень точно излагает, что существуют разные виды молитвы. В первом послании к Тимофею сказано, «Прежде всего, молитвы, прошения, то есть это должно быть две разные вещи, молитвы, прошения, моления, в другом месте это называется просьбой, просьба, с благодарением, как можно объединить молитвы и благодарения? Все это связано. И почему это так подробно описывается? Бог установил определенную защиту в молитвенную систему, чтобы не допустить в нее дьявола. Например, вы могли бы прийти в банк, даже имея деньги в этом банке, зайти в офис управляющего банком, лечь на пол, плакать, кричать, бить ногами, стучать по его столу, рыдать и требовать, «Мне нужны мои деньги, я хочу получить свои деньги». Послушайте, он их вам не даст. Возможно, он знает вас лично. Но пока вы не поставите свою подпись на нужном бланке, бланке снятия со счета, вы не получите своих денег, хотя они принадлежат вам. И это не потому, что он пытается отобрать у вас ваши деньги. Он защищает вас и ваши деньги от преступников, от злоумышленников. И вот что произошло в молитвенной системе. Есть абсолютно четкая связь между Царством Божиим на небесах и Царством Божиим на земле. И Иисус сказал, «Если вы будете прежде всего искать Царство Божьего и Его праведности, то все эти вещи приложатся вам». Верно. И в этом процессе поиска находятся разные формы и виды молитвы, разные системы для определенного рода снятия со счета. Существует принятие исцеления. Писание также говорит о снятии денег со счета небесных хранилищ. «Там есть все». И если вы не знаете, что вы делаете, поймите, Бог любит вас. И Он укореняет вас, Он пытается показать вам, как изменить это. Но вы не прислушиваетесь к Нему, вы только болтаете, и потом говорите, «Ну, я не знаю, почему Бог меня не слышит». И дело не в том, что Он пытается все усложнить. Он пытается усложнить это дело дьяволом. Понимаете? Когда я следую Божьей системе, это открывает Божье Царство и все связанное с Ним для меня, и останавливает дьявола. С этим вообще не должно быть никаких трудностей. Трудности приходят от недостатка видения, знания. Они начинаются с того, что вы не знаете, в чем состоит план. План Божий. А вера начинается там, где известна воля Божья, план Божья, цель Божья, знание Божье. Однако я веду вот к чему. Именно эту тему Господь побудил брата Севейла рассматривать на протяжении двух недель. Обязательно прослушайте каждую передачу. Зайдите в интернет, посетите нашу страницу, скачайте эти передачи для себя, загрузите их, просмотрите их еще раз, слушайте их снова и снова, посвятите этому время. Позвольте Слову Божьему, обновить ваш разум в отношении молитвы. И вот еще одна вещь, и мы затем перейдем к Писанию. Дело в том, что вы не думаете словами, никто не думает словами, вы думаете при помощи образов, определенных примеров, определенных картин, которые приходят в ваш разум. Когда вы разговариваете сами с собой, внутренний разговор, который происходит у вас внутри, вы слышите слова, но на самом деле вы видите образы. Существует образ мышления, определенный образ, целая структура мыслей, которая вкладывалась в вас с того времени, не как вы родились, до сего момента. И если не происходило никакого обновления мышления, а весь этот образ мышления, если он не соответствует Слову Божьему, мы вспоминаем это местописание, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Да, Слово Божьему. Пути кажутся хорошими, звучат неплохо, ведь именно так вы всегда думали, но это неправильно. Единственное, чего вы можете доверять, чтобы изменить свое мышление, так это Слову Божьему. Итак, когда вы молитесь, вы входите куда-то, не имеет значения, в церкви, или в каком-либо другом месте, например, в тихой комнате, и вы приняли решение, что будете молиться об этом. И вы приходите к Духу Святому, становитесь на колени. Что вы видите в своем воображении? Где вы? Видите ли вы себя у ног Иисуса? Вы это видите? Или вы видите просто свою комнату? Возможно, вы даже не осознаете, что вы что-либо видите. Попробуйте проверить себя еще до конца дня. Сделайте это сейчас. Проверьте, что же вы на самом деле внутри видите. Это будет тот образ, который развился у вас еще со времен воскресной школы. А возможно, вы всю жизнь в бегах. Возможно, вы выросли на улице, в сложных условиях, но затем вы родились выше. Вы вышли из прежнего образа жизни. Но в вашем разуме и представлении есть определенное место, куда вы входите, чтобы общаться с Богом и молиться. И нужно, чтобы это место соответствовало Писанию, а не тому, что вы себе представили, или что сформировала у вас воскресная школа, или ваша мама, когда молила за вас рядом с вашей кроватью. Узнайте, что это за место. Потому что мы будем искать это место молитвы в Слове Божьем. Это важно. Отец, мы приходим к Твоему Слову во имя Иисуса, и мы просим Тебя открыть нам эти вещи, и мы прославляем Тебя за это. Каждая молитва веры Каждая молитва веры имеет в себе силу исполниться, когда она твердо основана на скале Слова Божьего. Аминь. Во имя Иисуса. Мы начнем с ответов на молитвы, а не с вопросов. Его Слово — это Его часть нашей молитвенной жизни. О, да. Да, я помню. Когда вы основываете каждую свою молитву на том, что написано в Слове Божьем, тогда действует написанное в Первом Послании Иоанна, в Пятом разделе, где сказано, «И вот какое дерзновение или уверенность». Знаете, в молитве чудесно то, что вы можете молиться с уверенностью, с дерзновением. У большинства христиан нет уверенности. Вот какое дерзновение, уверенность мы имеем в нем. У большинства христиан такое отношение. Не знаю, поднялась ли моя молитва выше потолка. Не знаю, прорвался ли я. Я стучал в эти врата, но я не знаю, услышал ли меня кто-то. Но Иоанн говорит нам, «Вот какое дерзновение мы имеем в нем». В послании к евреям говорится «Приступаем с дерзновением к престолу благодати». Итак, мы можем приходить к Богу с дерзновением, отвагой, и в то же время с уверенностью. И когда вы молитесь, когда вы говорите «Аминь», «Аминь» не значит конец. «Аминь» — это «Да будет так». «Да будет так». Иначе говоря, когда вы закончили молитву, у вас осталась уверенность. Вы знаете, что Он услышал вас. И если вы знаете, что Он услышал вас, тогда вы знаете, что имеете то, о чем просили. Именно так здесь и сказано. Таково Божье отношение к молитве. Именно так Он говорит. Бог никогда не планировал, чтобы молитва была какими-то догадками. Он никогда не планировал, чтобы после окончания вы задавались вопросом «А произошло ли что-то?» Он планировал, чтобы после вашего «Аминь» у вас была уверенность, что я знаю то, о чем я попросил у Бога, уже в пути. Да. Я знаю, Бог начал действовать ради меня, еще до того, как я окончил молитву. Да. Знаешь, то место, которое ты только что упомянул, «Приступайте с дерзновением к престолу благодати» Это место Писания находится в конце двух глав послания к евреям, которые начинались словами «Постараемся войти в покой его, окончить свои дела, как Бог окончил свои». Войдите в этот покой. И далее сказано «С дерзновением приступаем к престолу благодати», чтобы получить что-то, а не попытаться достать это. Получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Благодать для благовременной помощи. Но обратите внимание, какое отношение у Бога. Ведь Он вдохновил написанное. Все Писание Богодухновенно. Итак, Божье отношение к молитве — это всегда получать, иметь уверенность, приходить с дерзновением. Иначе говоря, Он ожидает, что оно сработает. Он ожидает, что вы получите что-то и достигнете чего-то, когда молитесь. Бог никогда не воображал, чтобы вы попытались что-то сделать и надеялись, что получится. Для Него, когда вы молитесь, вы получаете результаты. Именно такого отношения Он ожидает от нас в молитве. Это способ, благодаря которому наш источник обеспечения обеспечивает наши нужды. Однажды кто-то сказал мне, «Но почему же мне нужно просить Бога? Если Он уже знает мою нужду прежде моего прошения, зачем мне тогда просить? Просто потому, что Он написал об этом в этой книге. Не имеете, потому что не просите». И, конечно же, да, Он знает, что мне нужно прежде моего прошения, но молитва — это общение с Ним. Да. Это возможность разговаривать с Творцом Вселенной и иметь возможность знать, что вы имеете право стоять в Его присутствии и делать это с дерзновением. А закончив молитву, уйти с отношением, я верю, что получил. Какая привилегия. Да. Вот что промелькнуло в моем духе, пока ты говорил об этом. Обрати внимание на разницу. Например, мы с тобой вдвоем, и я узнал, что тебе нужно яблоко. Однако, если я узнал, что тебе нужно яблоко, и я говорю, Джерри, мне показалось, что тебе это нужно, я просто даю это тебе. Но если я сотворил это яблоко и сказал, Джерри, я подумал, возможно, тебе нужно яблоко, а ты знаешь об этом яблоке не больше, чем ты знал о нем вчера. Но когда ты приходишь к Творцу и говоришь, Господь, давай поговорим о яблоках, мне нужны яблоки. Его план не в том, чтобы сказать, ну вот, бери. Это не его стиль. Он так не поступает. Он предпочитает, чтобы вы с дерзновением приступали к престолу благодати и сидели там рядом с Ним. Мы посажены вместе с Ним на небесах. И он говорит, а теперь, Джерри, я расскажу тебе про яблоко. Да. И вот почему я сотворил его. Вот как я его создал. Вот что я хочу, чтобы ты сделал. Его хорошо съесть. Но это не самое важное в нем. Сын, самое важное в этом яблоке это вот эти маленькие семена внутри. Потому что мне нужно дать тебе только лишь одно яблоко. А внутри этого яблока много деревьев. И я благословлю это яблоко, благословлю эти семена, благословлю твои яблони, благословлю твой сад. Да. Я благословлю весь этот яблоневый сад. И вы получили не только яблоко, вы получили откровение о сеянии и жатве. И также о Боге, который сотворил это. Вот что важно. И что прекрасно, когда он творил это, он думал обо мне. Да. Да, вовсе. Как говорил Орл Робертс, помнишь? Вы можете сосчитать семена в одном яблоке, но вы не можете сосчитать яблоки в семени. Потому что когда вы посадите его, оно станет деревом, и будет приносить семена и яблоки, семена и яблоки, семена и яблоки, до тех пор, пока вы будете заботиться об этом дереве. И Джерри. Именно в этом план молитвы. Вот почему Бог оставил для себя одно дерево в этом саду. Бог не хотел, чтобы Адам не разбирался в том, что правильно, а что неправильно, где грех, а где праведность. Но послушайте, то дерево было десятиной. Верно. Адам должен был бы сорвать этот плод с дерева и принести его Богу, как плод, который принадлежит Богу. Поставить его перед ним. И Бог бы сказал, «А теперь садись, сынок. Я хочу, чтобы ты кое-что узнал об этом плоде». И тогда все пошло бы по-другому. Не правда ли? Именно поэтому вам нужно обновить свое мышление о молитве. Потому что молитва не значит всегда приходить к Богу с нуждой. Молитва — это общение с Богом. И когда вы выходите на этот высший уровень, где вы не думаете о молитве только как «я молюсь, когда мне больно», «я молюсь, когда у меня нужда», молитва — это общение с Богом. Это общение. А в процессе нужды удовлетворяются. Когда-то я приносил к Богу очень много вещей в молитве и работал над ними перед Ним. Но когда я провел с Ним столько времени, я знаю, что делать с этим. И мне не нужно уже приносить их в виде особенного прошения. Я уже знаю. Я просто воздаю Ему благодарение. Иду и делаю то, что мне сказано. Наше время подошло к концу. Благодаря этому общению вы будете знать наперед, что Он думает. Понимаете? Мне не нужно спрашивать Его, что Он сделает с этим. Я уже знаю, как Он думает. Да, я знаю ответ прежде, чем приду к Нему. Потому что я уже пребывал там, в Его присутствии. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». И я так жду того, о чем мы сейчас будем говорить. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово сегодня. Мы принимаем откровения с небес. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. О, Иисус, я так рад, что Ты являешься главным во всем этом. Что Ты главный в этом, а не какой-то глупый человек. Я так восхищен Твоей жизнью и Твоим служением. Слава Богу. И мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Господь, наш Спаситель, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Поприветствуйте вместе со мной сегодня, Джерис и Вейла за этим столом. Слава Богу. Аминь. Спасибо тебе. И мы сразу же начнем со Слова Божьего. Мы говорим о молитве, о том, как она работает. И каждая неудача христианина, а ведь Бог не создавал своих людей для неудач, каждая неудача христианина, это неудача, которую он терпит в молитве, в общении с Богом. Не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. То есть неправильно. Вы не знаете, что вы делаете. Джерри, например, я люблю быстрые машины, быстрые самолеты, быстрые мотоциклы. Ты знаешь, что это чудесно. Но я реализовался только в одной сфере. Как профессиональный пилот. И я многому учился. Я не реализовывался как водитель-гонщик или гонщик на мотоциклах, хотя я езжу на быстрых машинах и на мотоциклах. Мне это нравится. Я даже ходил на курсы, для того, чтобы управлять этими быстрыми машинами. Я был на этих курсах несколько раз, но все, что я знаю о том, как отремонтировать машину или мотоцикл, это то, что я видел мимолетом. То, что мне пришлось делать самому. Из-за того, что у меня не было денег или по какой-то другой причине. И также я не учился, чтобы стать авиамехаником или автомехаником. Ты учился тому, чтобы стать автомехаником. У меня не получится хорошо отремонтировать кузов автомобиля. Я могу его повредить. Я даже не буду пытаться это делать. Но я помню, как ты однажды ремонтировал мою машину. И именно тогда я с тобой ближе познакомился. Боже мой, я просто был удивлен. Я достаточно сильно помял переднее крыло. И даже не помню, сломал ли я ось или что-то в этом роде. Не помню. Но это не так важно. Ты помял ее с левой стороны. Внутреннюю панель, обе дверцы... ...и переднее крыло. Да, и Джерри отремонтировал все в моей машине. И скажу вам, это было идеально. Так в чем же разница? Джерри знал, что он делал. И он был обучен людьми, которые знали, что они делают. Которые были научены людьми. Теми людьми, которые создали эту машину. Поэтому точно так же вам нужно учиться молитве у человека, который изобрел ее. Его имя Иисус. Верно. Аминь. Итак, Джерри, давай обратимся к этому месту Писания в 18 главе Евангелия от Луки. Что ж, Евангелие от Луки, 18 глава. Иисус говорит здесь, что должно всегда молиться и не унывать. В расширенном переводе сказано, им надо навсегда молиться и не бояться, не ослабевать, не терять мужество и не сдаваться. Неужели он говорил бы это, если бы эти слова не принесли им никакой пользы? Если бы никто не слушался? Он говорит нам, что вы должны всегда молиться. В таком случае, это создает отношение, что молитва не должна быть последним методом, к которому прибегают. Конечно. Молитва становится для вас образом жизни. Именно об этом апостол Павел говорил. Да, и это молитва. Повторю. Это здорово. Как мы уже говорили на предыдущей передаче, вы молитесь не тогда, когда вы в нужде. Но молитва — это разговор между вами и Богом. И если вы примете новое мышление относительно молитвы, это ваше время общения с Богом. Это ваше время связи с Богом. Да. Говорить Ему о своих нуждах — это нормально. Но очень часто я могу думать о нужде, а когда начинаю общаться с Богом, в процессе он отвечает мне, потому что молитва — это диалог. Это не монолог, когда говорю только я. Это разговор с Богом. Да. И в большинстве случаев я больше слушаю, чем говорю. Абсолютно верно. Как ты рассказывал об этом парне, который сказал, «Вот лежит глупец». Это был Руфус Моусли. Да. Муж, известный, благодаря своей молитвенной жизни. Он рассказывал, что однажды лежал на полу в номере своего отеля, плакал, рыдал, молил Бога, и неожиданно он остановился и сказал себе, «Вот лежит глупец, который ничего не знает, и только то и делает, что постоянно говорит тому, кто знает все». Он сказал, «Наверное, мне лучше умолкнуть и прислушаться». И это изменило все его будущее. Кстати, это соответствует сказанному, что просите неправильно, потому что вы молитесь не так, как следует. Мне нравится иногда использовать такой пример. Ты упомянул мою прошлую работу. Я работал с кузовами автомобилей, красил и ремонтировал их. Я мог исполнять обязанности механика, но моя специальность — покраска и выравнивание кузова. И кто-то мог прийти ко мне и сказать, «Джерри, я помял машину, и я бы хотел, чтобы ты отремонтировал ее». Я отвечал, «Хорошо, дай-ка я прикину приблизительную стоимость». Человек отвечал, «Ты не понимаешь, мне нужно сделать это быстро». Я объяснил, «Хорошо, дай-ка я осмотрю ее, и мы начнем на ней работать сразу же, как только это будет возможно». Да нет же, ты не понимаешь, мне она очень нужна. Я не могу обойтись без машины. Понимаешь, я ее помял. Я объяснял. «Ну да, я вижу, ты ее помял». Этот человек только и делал, что говорил, пытался убедить меня в каком плохом состоянии машина и насколько она ему нужна. Он не слышал ни одного моего слова. И не только. Но он отнимал у меня время, которое я мог бы использовать для работы. Понимаешь? Очень часто именно так ведут себя христиане. Они тратят все свое время на попытки убедить Бога в том, насколько плоха их ситуация, вместо того, чтобы сказать, «Боже, ты творец, ты творец вселенной. Если кто-то им может исправить то, через что я прохожу, то это ты. Наверное, мне нужно закрыть рот, поскольку ты уже знаешь, что мне нужно, и именно ты можешь исправить это, и ты источник, поэтому я замолкну и передам весь контроль тебе». Это можно назвать молитвой «повторение проблемы». Именно так поступают люди постоянно. Да, они молятся, повторяя проблемы. И ты знаешь, каков их следующий шаг. Вот что я скажу тебе, Савел. Если ты не отремонтируешь мою машину, я сделаю это сам. Они с гордостью уходят, а ты стоишь там и задаешься вопросом. Да что ж с ними такое? Но тот человек не слышал ничего из того, что ты сказал. И когда человек не знает, что он делает, вы увидите, что он сделает. Он возьмет спрей с краской, не имея представления о том, что нужна еще шпаклевка. Он вернется ко мне назад и не будет готов слушать. И то же самое и с нами. Мы пытаемся убедить Бога, как все плохо. И тогда мы думаем, «А, Он нас не слушает». И мы пытаемся исправить это сами и делаем только хуже. Да. Но Иисус сказал, что должно молиться постоянно. У вас должно быть мышление молитвы, молитвенное отношение. И знаете, однажды меня спросили, наверное, они думали, что я дам им какой-то большой духовный ответ. У меня брали интервью для журнала, который издается в Англии, и спросили, «Доктор Савелл, сколько времени вы каждое утро посвящаете молитве?» И я ответил, «Знаете, иногда утром у меня нет определенного времени. Я просыпаюсь с молитвенным отношением. Я просыпаюсь и начинаю общаться с Богом. Ты молишься прежде всего. Я просыпаюсь со словами, «Доброе утро, Господь!» Молишься весь день. «Господь, что мы будем делать сегодня?» Я пребываю в постоянном режиме молитвы. Я постоянно слушаю. Я слушаю Бога, когда еду в машине. Именно поэтому я... Особенно, когда ты едешь в машине. Именно поэтому я сажу Кэролин за руку. Я слушаю в большинстве случаев, потому что, когда я в машине, это место для размышлений. Это место общения с Богом. И я постоянно пребываю в режиме молитвы. Я постоянно прислушиваюсь к Богу. Когда я прихожу в офис, и если я не в поездке, прежде всего, я включаю CD-плеер, чтобы создать атмосферу хвалы и поклонения. С хорошей хвалой и поклонением. Таким образом создаю атмосферу, благоприятную для того, чтобы услышать голос Духа Святого. И даже когда я отвечаю на письма, когда я пишу статьи, когда я работаю над проповедью, я постоянно слушаю. И когда Иисус сказал, что надо бы навсегда молиться, это значит, не только когда у вас есть нужда или потребность, не только когда вы в беде, но молитесь всегда. Всегда общайтесь с Богом. Очень часто я даже не успеваю рассказать ему о своей нужде, но каким-то образом в процессе моя нужда удовлетворяется. В этом есть откровение. Да. Пока ты занимаешься его работой и прислушиваешься к нему, у него есть ангелы и различные пути, чтобы исполнить твою работу. Об этом написано в послании к евре. Да. Там сказано, войдите в этот покой. Успокойтесь от своих дел, как я успокоился от своих. И пока ты говорил, я вспоминал о ранних годах, о начале нашего служения, когда мы впервые узнали, что записанное Слово Божье это Бог, который обращается ко мне. Я начал слышать Его голос. И это Слово начало говорить ко мне, обращаться ко мне. И я начинал молиться и слышал эти слова. Это изменило все мое понимание того, что я видел вокруг себя, потому что я начал смотреть на это сквозь призму Его Слова. И это изменило все. Да. И как я уже рассказывал на вчерашней передаче, я узнал это от тебя больше 45 лет тому назад, когда ты делаешь Божье Слово частью своей молитвенной жизни, когда каждая ваша молитва основывается на том, что вы знаете говорить Его Слово. Иисус даже говорил об этом в 15 главе Евангелия от Иоанна. Да. Он сказал, «Если прибудете во Мне, и слова Мои прибудут в вас, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». «Будет вам». «Будет вам». Он говорит, «Секрет к ответу на каждую молитву». Знаете, иногда люди считают, что вы ведете себя эгоистично, если говорите так. Но я говорю это, основываясь на том, что я узнал из Слова Божьего. И знаете, в нашей жизни нет неотвеченных молитв. Бог отвечает на мои молитвы. Я не знаю о неотвеченной молитве, потому что, прежде всего, я не молюсь о том, что не согласуется с Его волей. Я узнал Его волю из Его Слова. Из Его Слова. Его Слова — это откровение Его воли. Я не буду просить какой-то глупости, ведь я знаю, что это не соответствует Его воле для моей жизни. Ты будешь просить об этом, у тебя не будет веры, потому что вера от слышания от Слова Божьего. И это вычеркивает неотвеченные молитвы. Когда Он говорит, что «если Мои слова в вас прибудут», для того, чтобы Слово пребывало в вас, поселилось в вас, нужно, чтобы вы много времени посвящали Слову. Это значит, что вы общаетесь со Словом Божьим каждый день своей жизни. Как Бог сказал Иисусу Навину, «Размышляй над Моим Словом ночью и днем». И ты научил меня этому более 45 лет тому назад. Я окунулся в Слово Божье и так и не выходил из Него. И со временем Его Слово начало пребывать во мне. И тогда на все, что происходит в вашей жизни, вашим немедленным ответом будет, «А что говорит об этом Слово Божье?» «Что говорит Слово об этом?» «Что говорит Слово?» И тогда вы всегда молитесь, основываясь на том, что говорит Слово Божье. И в таком случае у вас есть эта уверенность, потому что Иисус сказал, «Когда Слово пребывает в вас, и вы молитесь согласно Слову, тогда вы можете просить, чего пожелаете, и будет вам». Невозможно, не на верное, не в 50% случаев, вам будет каждый раз. Будет вам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Да. Я помню, как читал это в самом начале. Я только учился этим принципам. И кто-то однажды спросил у Смита Веглисворта, «Сколько времени вы проводите в молитве? Сколько времени вы посвящаете молитве каждый день?» И он ответил, «Как правило, я не провожу в молитве более 15-20 минут». Это говорил апостол Вера. Да. Служение которого 17 задокументированных случаев воскрешения из мертвых. Да, верно. Это происходило в больницах и тому подобных обстоятельствах. И люди были удивлены. Но он продолжил, «Да, но не проходит и 15-20 минут, чтобы я не помолился». Хорошо сказано. И я сразу же ухватился за это. Уверяю вас, когда я услышал это, мне как будто бы подлили масло в огонь. Он молился только 15-20 минут, но не проходило и 15-20 минут, чтобы он не помолился. Да. Это и есть постоянная, непрерывная молитвная жизнь. В одном месте он сказал, что научился этому, каждый день принимая причастие. Он вставал, приходил к Господу и принимал причастие. Он сам служил себе причастием перед Господом, а потом шел заниматься своими делами. Да. И он весь день прислушивался к Богу. Начал он с того, что пообещал Господу, что каждый день будет свидетельствовать одному человеку и приводить одного человека к нему. Да. Что он не ляжет в кровать, пока не сделает этого. И в некоторых случаях это было очень серьезно. Да. Ему нужно было услышать Бога, чтобы исполнить это. Именно это подвигло его к такой молитвенной жизни и принесло столько плода в его жизни. Да. И это вопрос постоянного общения с Богом. Он не мог читать или писать. Ему нужно было полагаться на Бога. Ему нужно полагаться на Бога. И он научился читать благодаря этому. За всю свою жизнь он не читал ничего иного, кроме Библии. Да. Но он научился читать ее, слушая Бога. Дух Святой научил его читать Слово Божье, потому что он хотел молиться в соответствии со Словом Божьим. Верно. Вот, Джерри. Именно об этом говорил Павел, когда сказал «Непрестанно молитесь». Как вы собираетесь это делать? Как вы собираетесь молиться непрестанно? В религиозном представлении это будет значить, тебе нужно бросить работу и весь день молиться. Нет. Нет, не нужно. Непрестанно молиться означает, что вы все время прислушиваетесь. Вы исполняете свою работу. Да, вы исполняете свою работу. Но в такой атмосфере. Но вы думаете о Боге, исполняя ее. Представьте себе, например, двух полицейских. партнеров. Они каждый день общаются. Целый день. Точно так же, как пилот самолета и его второй пилот. Муж и жена должны вести себя таким образом. Они должны пребывать постоянно, даже если они отлучаются на нескольких часов. Они в постоянном общении друг с другом, в своем разуме, в своих сердцах. Они настроены друг на друга. И вот что такое молитвенная жизнь. Это не просто требование. Дай мне, дай мне, дай мне. Это связано с образом жизни победы и веры в каждой жизненной ситуации, потому что через его великие и драгоценные обетования даровано нам все, потребное для жизни и благочестия. И он говорит, что через эти обетования мы становимся причастниками божественной природы Божьей. Причастниками божественной природы. Когда вы родились свыше, эта божественная природа была вложена в вас. Но этому нужно дать расти и развиваться. И все это будет возрастать и развиваться. Как Бог. Если вы будете поливать ее водой Слово Божьего, а вы начинаете с молока, затем вы ищите мясо, твердую пищу, именно здесь подключается наше служение. И развитие этой молитвенной жизни. Я помню, когда я пришел к Господу в 1969 году, и, понятное дело, ничего не знал. Как ты говорил, был духовно безграмотен. Не знал ничего. Но ты был рожден свободным. Аминь. Без каких-либо традиций. А то малое, что я слышал с религиозной точки зрения, я не видел, чтобы кто-то получал от этого какие-то результаты. Я думал, если это сработает, если я собираюсь быть таким христианином, которым хочет меня видеть Бог, таким отцом, которым хочет меня видеть Бог, таким мужем, таким проповедником, каким он хочет меня видеть, мне лучше научиться молиться. Потому что Библия говорит, что невозможно людям, то возможно Богу. Вот где мне нужно было присоединиться. Что не может сделать человек, может Бог. И мне нужно научиться общаться с Богом, для Которого нет ничего невозможного. Я хочу быть с Ним. Да. И мне нужно научиться перенимать эту силу, научиться перенимать его неограниченные возможности. Я достигаю этого через молитву. И, конечно же, в моем случае, Господь сказал мне закрыть мой бизнес, покраску и ремонт кузовов, и провести следующие три месяца в спальне, изучать Слово Божие, не менее восьми часов в день. Относиться к этому так, как будто это моя единственная работа. И у меня было столько долгов в бизнесе, столько личных долгов, а Бог говорит мне идти в спальню и изучать Слово Божие в восемь часов в день. Знаете, таким образом, вы найдете много друзей, но ваши родственники будут считать вас выжившим из ума. Но я знал, что если я послушаюсь его, то, что мне кажется невозможным, и то, что было невозможным, для меня. Если я научусь общаться с тем, для кого нет ничего невозможного, тогда я выйду из этой спальни, имея откровение о том, как общаться с Богом, как подключаться к Его силе, и каждая нужда в моей жизни будет удовлетворена. С этого я и начал. Я помню твои старые записи на бобинах о молитве. Я брал эти записи и проигрывал их. Кстати, это мой дневник с 1969 года. Слава Богу! Вот этот раздел. Я делал отдельный раздел для каждой твоей записи. Вот этот раздел, название «Как входить в молитву». Во-первых, возьмите свою Библию. Возьмите свою Библию. Не начинайте молиться без своей Библии. Во-вторых, основывайте свою молитву на ответе, на Слове Божьем. Не молитесь проблемой, основывайте свою молитву на ответе. Таким образом, я законспектировал всю проповедь. И потом я исполнял это. Каждое утро я просыпался и выполнял каждый из этих шагов. Третий шаг. Осознайте, что вы праведность Божья. Четвертый. Осознайте, что вы можете с дерзновением приступать к престолу благодати. Изменял эти шаги? Я ничего не изменял. Ты ничего не изменял. Я до сих пор использую тот же план. И на протяжении более чем 45 лет я получаю результаты. Разница в том, что ты возрастаешь в этом. Любите чистое словесное молоко, то есть Слово Божье, чтобы от него возрасти вам, оно вызывает духовный рост. И вашему духовному человеку нужно развиваться и расти точно так же, как нужно развиваться и расти вашему физическому человеку, чтобы стать взрослым. Ваше физическое тело возрастает естественным образом, заложенным внутри вашего тела. Он духовный человек не возрастает, пока его не начинает кормить Словом Божьим, иначе он остается на месте. Без развития. Без Слова он начинает возвращаться к тому состоянию, в котором пребывал, так что нужно делать это постоянно. Мы еще даже не подошли к самому интересному, но все это уже возгрето во мне, уверяю вас. Я люблю Слово Божье, а ты? Я просто люблю Слово Божье. Слава Богу! Мы с братом Джерри вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и хочу сказать вам кое-что. Не забывайте это, пока живете. Иисус Христос из Назарета жив. Он одеснует Бога Всемогущего на небесах. И Он постоянно ходатайствует за нас. Он на престоле. И молитва все изменяет. Аминь. Никогда не забывайте это. И мне все равно, что говорит этот мир. О, брат Копланд, наши церкви в это не верят. Что ж, мы не в вашей церкви. Послушайте меня внимательно. Это должно загореться в вашем духе. Слава Богу, потому что Бог никогда не изменяется. Если кому-то и нужно измениться, так это нам с вами. Итак, Отец, мы благодарим Тебя, и мы воздаем Тебе хвалу и честь за сегодняшнюю передачу. Спасибо, Господи. Во имя Иисуса. Аминь. Брат Жерри, пусть Бог благословит Тебя. Уверяю вас. Спасибо тебе. Я так рад и восхищен, когда говорю о том, что делал Бог, и что мы с Тобой видели за последние 40 с лишним лет. Это было потрясающе. Большинство людей не знают, во-первых, ценности записанного Слова Божьего. Они не знают, что оно живо, что это Бог, который обращается к нам. И так же они не понимают, какую опасность стоят в себе ссоры и непрощения. Они не знают, что Бог запланировал, чтобы каждая молитва, которую только молился христианин, исполнилась. Иисус сам сказал, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. И так это был его план. И когда вы начинаете понимать это, и самое большое понимание, Джерри, которое пришло в мою жизнь, то, что я услышал от брата Хейгена, он молился такой молитвой. Он как-то сказал в молитве. «Отец, я что-то делаю не так. Я где-то что-то упускаю. Это должно было уже произойти. Где же я ошибся? Ведь ты не можешь ошибаться. Твое слово говорит... И он процитировал Слово Божье. То есть не ты, Господь, удерживаешь это от меня. Ты прав. Ты пытаешься дать это мне. Открой мне, Господь, в чем не прав я. Знаете, такой подход в молитве абсолютно изменил все мое представление о молитве. И это стало главным пунктом, главной неизменной позиции в моей жизни навеки. если вы молитесь о чем-то. Если вы молитесь о чем-то, не должно проходить пять лет, чтобы это исполнилось. Когда я прочитал вчера в твоей книге, то мы могли видеть, что молитва была отвечена буквально через 24 часа. После того, как ты привел свою молитву в согласии со Словом Божьим и узнал от Бога, в чем состоит его план. Как говорил Брат Хейген, если вы готовы стоять всю вечность, это не займет много времени. Не займет много времени, да. Но когда вы меняете это местами, ничего не работает. Итак, мы не должны обвинять в этом Бога. Это постоянно должно исходить из наших уст. Я не нахожу в тебе никакой вины. Да. Не ты, Господь, являешься моей проблемой. Ты как раз-таки являешься моим ответом. Ты любишь меня. Ты отдал себя за меня. И твоя благодать моя. И я держусь за нее всеми силами. И я принимаю направление, защиту, исправление, избавление. И я благодарю тебя за это. Да. Пребывайте в этом все время. Как ты думаешь, Брат Коплан, почему это оказало такое влияние на тебя в то время и полностью перевернуло твое мышление? Конечно же, ты слышал о Ролла Робертса и Кеннета Хейгена. И я слышал твои проповеди. Ты учил о том, что ты узнал от них. И, конечно же, о том, что Господь добавил к этому. И то же самое, что произошло с тобой, произошло со мной. В чем разница? Почему это не происходит со всеми? Прежде всего, нужно обратиться к 11 главе послания к евреям. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Но не останавливайтесь на этом. «И ищущим Его воздает». Иисус сказал, «Ищите же прежде всего Царство Божьего и праведности Его». И все это, все эти вещи, приложатся вам. Когда человек использует Бога только лишь как запасной выход, аварийный выход, чтобы выбраться из ситуации, тогда молитва очень редко срабатывает. И это будет как в том случае, о котором рассказывал Чарльз Кэпс, когда парень сказал, «Что же мы будем делать?» А другой ему ответил, «Давай помолимся». И первый спросил, «Что, уже дошло до этого?» Понимаешь? Но когда вы ставите молитву на первое место, когда вы ставите на первое место Бога и Его Слово, тогда, когда Он дает вам откровение, а брат Хеггин говорил, что именно то Слово, которое восхищает вас и будет работать для вас, вы радуетесь тому, что было вам открыто. Не только потому, что это было проповедано вам, а потому, что вы получили это как откровение. Вы держались этого и полностью погрузили себя в Слово, и затем пришло откровение. И знание, которое приходит через откровение, не ограничено. Ему не помешает естественная неудача человека. Это прямое общение между Отцом, Духом Святым, приходящим в твой Дух. От Его Духа в твой Дух. И это приходит как Божье знание, откровение. Это приходит как убеждение. И в большинстве случаев оно не приходит как какое-то большое взрывное откровение. Чаще всего это внутреннее знание. Более сверхъестественное, чем все то, что у вас было и будет в вашей жизни. Это Бог, который проявляет себя как Бог внутри вас. И это проявление, которое описано греческим словом «соза», которое переводится как «спасенный», «спасение», переводится как «исцеление», «избавление», «преуспевание», «быть преуспевающим в своем здоровье», «быть преуспевающим в своем разуме», «быть преуспевающим в финансовой сфере и в прочих сферах». Оно стоит как разграничительная линия между вами и разрушением, которое есть в этом мире. И это так сильно, что вы можете видеть внутри себя намного больше, чем вы видите снаружи. Это становится более реальным для тебя. Сначала это более реальное для тебя. И реальность, что это уже принадлежит тебе, что бы это ни было. Знаешь, Джерри, когда мы только начали двигаться в этом служении, нам было необходимо буквально все. У меня не было ничего, даже одежды. Мой старый автомобиль был настолько изношен, что я молился духом каждую милю, которую мы проезжали на нем. Верно. И Бог помог нам в этом. Но мы нуждались во всем. И я помню, как я получил откровение, что у меня может быть 500 долларов. Я ехал на этой старой машине, и вдруг это пришло ко мне. У меня в машине звучали проповеди брата Хейгена про молитву и веру. На стареньком магнитофоне, бобинном магнитофоне, который работал на батарейках. Он был приблизительно... Да. ...вот такого размера. Я даже научился перематывать бобины одной рукой. И вот я слушал те проповеди в машине, и вдруг ко мне пришло это откровение, что у меня могут быть эти 500 долларов. Это просто взорвалось во мне. Понимаете, в тот момент я понял, что у меня есть 500 долларов. Дело было не в том, что мне нужно было 500 долларов, что я хотел иметь 500 долларов. Но поймите, внутри меня, они были у меня внутри. И когда это произошло, это не было шоком. Но поймите, вначале я понял, что они у меня есть. Вот здесь внутри я понял, что это есть у меня. Именно Слово Божие принесло этот результат. Именно Слово Божие принесло это откровение. И будут люди, которые захотят подражать вам. Да. Они увидят этот принцип и захотят повторить его. И подумают, хорошо, я тоже так сделаю. Что ж, это сработает. Но оно не будет работать так постоянно, потому что не верие проникнет сюда, а нужно быть постоянным. Однажды Господь сказал в Глории, сила в постоянстве. И позже я узнал, что это значение греческого слова, перейденного как долготерпение, это значит быть последовательно постоянным все время. И когда вы принимаете это решение, что мы не будем изменяться, мы будем последовательно постоянны в этом. Вы пребываете в этом, пребываете в этом, и это начинает выходить изнутри наружу. И знаете, очень сложно объяснить это тому, кто никогда не переживал этого. Знаешь, я вспоминаю себя, и, конечно же, то, что вы с Глорией проходили, когда ухватились за Слово Божье, когда начали слушать проповеди брата Хейгена, это было очень похоже на то, что проходили мы с Кэролин несколько лет спустя. И я мог сравнить себя с этим, потому что наши случаи были похожи в некоторых отношениях. Вы тоже во всем нуждались. Мне было нужно все. Но мне кажется, это оказало на меня такое влияние, когда я познакомился со Словом Божьим, потому что я искал больше, чем удовлетворение нужды. Мне нужно было изменение жизни. Я искал изменение жизни. Да, мне тоже. И, конечно же, у меня было много нужд. Я столкнулся с безвыходными ситуациями, но я не пытался просто обеспечить нужду. Я знал, что мне нужно изменение в жизни. И то, что я узнал из Слова Божьего, не только изменяло мою жизнь, но и обеспечивало мои нужды. Да. Это изменяло мою точку зрения на жизнь, мой подход к жизни, мой образ жизни. И неожиданно это стало самая важная вещь в моей жизни. Знаешь, как сказал Павел, то, что когда-то было для меня ценным, сейчас только мусор. По сравнению с превосходностью познания Христа. Да. Послушайте, что говорится в 111-м Салме. Там мы можем видеть образ преуспевающего верующего. И первые слова этого Псалма. Послушайте. Аллилуйя. Блажен, то есть благословлен. Благословение Авраама принадлежит нам во Христе Иисусе. И в этом смысл Евангелия. Именно здесь, в благословении, есть все. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Да. Здесь в Библии, вы найдете места Писания, где сказано, «И он пренебрег словом, а например, Исаав пренебрег своим первородством, он пренебрег благословением». Слово «пренебречь» просто значит, что он не ценил и не почитал. Оно не имело для него ценностей. Не имело для него ценностей. Итак, вот муж, который ценит его заповеди. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится. Жизнь этого человека благословила целое поколение людей. Обилие и богатство в доме Его, и правда или праведность Его пребывает вовек. Вот человек в чем доме обилие и богатство, и он праведен. Он богат, и он праведен. Праведность пребывает вовек. В то же время. В то же время. И это абсолютно отличается от того, как думает весь этот религиозный мир. Но посмотрите, этот человек настолько последователен, непоколебим. Он настолько сокрыт в Слове Божьем, что не убоится худой молвы. Сердце его твердо, он не убоится. Он расточил, раздал нищим. Правда, праведность его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Это человек, который постоянно, последовательно пребывает в Слове Божьем. Он утешается тем, что сказал Бог. Давид сказал, я уверен, что этот псалом, это образ Давида. Именно он утешался тем, что говорит Бог. Потому что именно так он собирался поступать, именно так он собирался думать. Если вы не пребываете в Слове достаточно долго, чтобы обновить свое мышление, вы не будете преобразованы. Именно в этом людей постигает неудача. Мы с тобой это видели. Люди приезжают на конференции, ухватываются за Слово Божье, но затем проходит немного времени, они уже в другой атмосфере, в других обстоятельствах, занимаются чем-то другим. Позвольте спросить у вас. Мы видели, как это происходит снова, 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 снова. Видел ли ты, я знаю, что я не видел, но видел ли ты человека, который ухватился за Слово Вера? Стоял на нем, начал практиковать его, молился в соответствии с ним, а потом отошел в сторону и занялся чем-то другим. Не отошел от Бога, а просто пошел другой жизненной дорогой, религиозном образе жизни, в большинстве случаев. Видел ли ты, чтобы хотя бы один из них достиг успеха? Они скатываются вниз, они идут вперед. Я никогда не видел. Дело не в том, что они не из наших кругов, а в том, что именно Слово Божье, постоянность в Слове Божьем, разрешает Слово Божьему изменять вас. Поэтому мы изменяемся, чтобы соответствовать Слову Божьему. Мы не пытаемся подогнать Слово Божье под свой образ жизни, изменить Слово Божье, чтобы оно соответствовало тому, что мы хотим делать, думать и говорить. Это очень длинный ответ. Но все можно свести к тому, что когда вы поступаете по Слову Божьему, вы получаете результат. А не только тогда, когда вы думаете о нем. Не только, когда вы вдруг неожиданно исполняете его. Например, я начну говорить что-то верой, потому что сейчас у меня проблема. Нет, вы говорите верой что-то целый день, каждый день. Вы охраняете свои уста и не позволяете, чтобы из них выходило что-то другое, отличное от Слово Божьему. И опять же, это становится образом жизни, а не просто тем, что вы делаете, чтобы обеспечить свою нужду. Но теперь это ваша жизнь. Именно так вы думаете, именно так вы поступаете, именно таков ваш подход к жизни. Джерри, это двойное откровение. Бог сказал Иисусу Навину так. Ведь Иисус Навин собирался вступить в бой на следующий день. Последний раз, когда он был в тех краях, он видел самых больших, рослых людей в своей жизни. И на том берегу реки было достаточно того, что должно было очень сильно испугать его. Особенно если позволить этим размышлениям крутиться в разуме в течение сорока лет. И еще если дьявол приукрасит это. Ты знаешь, как дьявол это делает. Из мухи слона. Но ты не можешь просто при помощи своих мыслей побороть это в своем разуме. А вот Слово Божие прогонит это из твоего мышления и из твоей жизни. Но что Бог сказал ему делать? Ведь на следующее утро он собирается вступить в сражение. Бог сказал ему, думай обо мне. Размышляй о моем слове день и ночь. Постоянно думай обо мне. Не думай ни о чем другом. И тогда Бог просто приказал Иисусу Навину быть твердым и мужественным. Постоянно думай обо мне, сын. Не думай об этих исполинах, великанах. Я здесь главный исполин. Не думай об этих людях. Не думай о дьяволе. Я здесь главный. Ты имеешь дело со мной. Ты работаешь на меня, понимаешь? И это серьезно. И вот уже полночь. В разуме Иисуса Навина много всяких мыслей. И они пытаются обратить на себя его внимание. А Бог говорит, размышляй обо мне. Думай обо мне. Когда всходит солнце и когда солнце садится. Ложись в кровать, думай обо мне. Вставай, думай обо мне. Если проснешься посреди ночи, произнеси мое имя. Живи мной, думай мной, говори обо мне. И этот человек даже не был тогда еще рожден свыше. Но у него работало все это. Он постоянно думал о Боге. И тогда Бог сказал, и ты будешь успешен во всем, что будешь делать. Иначе говоря, все, к чему прикоснется твоя рука, будет иметь успех. Я планирую, чтобы ты пошел туда и задал им жару. Не думай о своих врагах. Думай обо мне. Знаете, мне помогло это. Вот что я увидел тогда. А ведь у меня был целый комплекс неудачника. Все, чем я занимался до этого, просто развалилось на части. Меня постигали одни иначе за другими. Я думал, это потому, что я не способен быть успешным. Но все дело было совсем не в этом. Все, что я пытался делать, было вне воли Божьей. А в Писании сказано, что у Бога есть план для каждого человека, для каждого члена тела Христова. У него есть план. И это не план неудачника. Это благой план. Так сказано в книге Иеремии. Он сказал, мои планы для вас и для вашего будущего потрясающие. Итак, что делает Бог? Он постоянно подталкивает вас к своему плану. Он пытается вывести вас из того беспорядка, в котором вы просто застряли. Но вы не смотрите на это так. Вы думаете, что вот именно в Боге причина моих неудач. Некоторым образом так и есть. Просто Бог пытается привести вас к чему-то намного большему, чем все, что было до этого. И меня постигла неудача во всем. Но я занимался этим только ради собственного удовольствия. Ради своих собственных идей. И я не искал прежде всего Царства Божьего. Я искал прежде всего Кеннета. Я думал, ну да, Бог хороший парень. Я всегда верил в это. Иисус чудесный человек. Но сейчас я вот тут занимаюсь чем-то другим. Понимаешь? Ты постоянно наталкиваешься на Бога. Особенно если кто-то молится за тебя. Ходатайствует за тебя. Как это делала моя мама. Она посвятила меня Иисусу в тот день, когда меня вручили ей в руки. Когда я только родился. И он подталкивал меня к своему плану все время. И это было чудесно. Просто я не знал этого. Намного лучше всего того, что мог придумать ты сам. И наконец-то, когда я начал размышлять о нем день и ночь. Размышлять о его слове. И я научился кое-чему относительно размышления над Словом Божьим. Именно от тебя ты помог мне в этом. Ты говорил о размышлении над Словом Божьим, когда ты читал Писание. И говорил, например, обилие и богатство в доме его. И правда, то есть праведность его, пребывает вовеки. Я люблю заповеди его, заповеди Божьи. Итак, Бог нелицеприятен. Как это применимо к моей жизни? Каким я вижу себя на основании этого местописания? Знаете, я видел себя неудачником. Бедным до конца своей жизни. Видел себя в долгах, в безвыходной ситуации. Ведь таковой была моя жизнь. Именно таким было мое мышление. Если я закрывал свои глаза, именно это я и видел. Но Слово Божие изменяет все. Как это изменяет мою жизнь? Вот теперь обилие и богатство в доме моем, и праведность моя пребывает вовек. Вместо того, что, возможно, я стану таким когда-то. Нет, это Слово Божье. Оно изменяет мое мышление. И когда вы начинаете поступать таким образом, и начинаете размышлять об этом, например, ранами его мы исцелились. Как это изменяет мою жизнь сейчас, когда я знаю, что я исцелен? Вы начинаете думать таким образом. Это начинает изменять ваше мышление. Различные представления в вашем разуме. Вы начинаете обновлять свое мышление, и вы преобразуетесь согласно тому, что сказала Слово Божье. Да. И, конечно же, нужно упоминать, как это повлияет на вашу молитвенную жизнь, когда вы размышляете над тем, что сказал Яковл. Много может усиленная молитва праведного. И вы думаете, я слышал, как ты сказал это 45 лет тому назад. Ну вот, теперь я буду молящимся чудаком. Первое, о чем я подумал, когда прочитал это местописание, если бы я только смог стать праведным. Представьте себе, что я смог сделать молитвы. Да, я и есть праведность Божья. Теперь ты думаешь... Он сделал меня праведностью Божьей. Да, и теперь ты думаешь, много могут мои молитвы, как сказано в расширенном переводе, делают доступной потрясающую силу, динамичную в своем действии. Вот какие возможности у нас есть в молитве. И что происходит благодаря этому? Откровение. Вот к чему мы оба ведем. Вы продолжаете делать это, и вдруг вы начинаете видеть себя в этом. Именно когда вы сидите в церкви, и кто-то говорит, «О, ты это видел?» И он отвечает, «О, я ничего не видел. Что именно?» А все слушают одну и ту же проповедь. Один что-то увидел через откровение, вы увидели это внутри, и тогда вы возрадовались. И именно то слово, которому вы радуетесь, будет работать для вас. Но дело в том, что необходимо постоянное размышление, провозглашение, нужно провозглашать Слово Божье, и не позволять себе думать и говорить что-либо другое, отличающееся от Слова Божьего. Просто сокрыть себя в этом процессе размышления над Словом Божьим, и тогда все начинает изменяться. Наше время подошло к концу. И пускай Слово Божье будет основой каждого усилия. Да, мне придется купить другие часы. Нужно приостановить время. Они идут слишком быстро. Мы с братом Джерри вернемся через минуту. Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшнюю передачу, и мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. Мы открываем наши сердца и наш разум для откровения с небес. Понимание, идеи и концепции, которые приходят непосредственно от Духа Божьего. И мы благодарим Тебя за это. Твой план да исполнится на земле, как и на небе. О, я так восхищен Тобой, Иисус. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аминь. Брат Севейл, позволь задать тебе вопрос. Но сначала я прочитаю это местописание. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете и не можете достигнуть. Препираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Я помню, ты упоминал об этом вчера, и мы немного говорили об этом в перерыве между передачами. Как брат Хейген говорил относительно людей, которые выходили вперед для молитвы, и они молились, «О Боже, о Боже!» Он останавливал их и говорил, «А о чем вы верите Богу?» Они отвечали, «Да так, ни о чем особенно». И он отвечал тогда, «Именно это вы и получите». Ничего особенно. И он также говорил о людях, которые говорили, «Давай помолимся». «А о чем мы будем с вами молиться?» «Да». «Ну, мы просто будем молиться». «Нет». Он сказал, «Вы не можете молиться одним видом молитвы, используя правила другого вида молитвы». А я даже и не знал, что существует более чем один вид молитвы. Я никогда не слышал об этом. Но он сказал, «Вы не можете играть в футбол, используя правила бейсбола». «Вы не можете прийти и сказать, «Давайте будем заниматься каким-то спортом». «Верно». «Нам нужно знать, что мы будем делать здесь». «Да». «Каким спортом заниматься?» «Да, для чего мы здесь собраны». «Да». «Именно поэтому». «И хотя это звучит очень просто, но для меня это было глубокое откровение». «И для меня это было глубокое откровение, потому что я был одним из тех, кто стрелял, так сказать, наугад». «Мой отец как-то сказал мне, «Знаешь, Канет, прежде чем я узнал об этом от тебя, наши молитвы были похожи на бросание комками грязью. Ты бросаешь их в разных направлениях, надеясь, что какой-нибудь комок прилипнет к чему-то». «Мы молились Богу Отцу, молились Иисусу, молились Духу Святому, мы молились по-всякому, как только приходило в голову». «Что ж, когда вы ничего не знаете другого, Бог будет мириться с какой-то миром неверия». «Да». «Но Он не хочет, чтобы оставались в Нем, Он хочет, чтобы вы двигались дальше». «Итак, движемся дальше». «Мой Дух действительно весь во внимании». «Я хочу принимать от тебя сегодня». «Я принимаю твое служение сегодня согласно сказанному в шестой главе послания к Ефесянам». «Откуда мы и узнали это». «Именно в этом мы живем сегодня». «Я до сих пор молюсь так». «Касаясь бейсбола». «Я мог играть в бейсбол, когда мне было шесть или семь лет». «О, мне нравилось играть в бейсбол». «Конечно же, мне нравились и другие виды спорта». «Но я всегда восхищался бейсболом». «Да». «Я знаю, ты тоже играл в бейсбол». «Но я не был хорошим игроком». «Для шести лет я играл неплохо». «Но на чемпионате играют по тем же правилам». «Хотя они не играют, как двенадцатилетние подростки». «Они даже не играют, как старшеклассники». «А тебе пришлось играть в шестом классе, седьмом, в старшеклассах, в колледже». «Но если бы ты попал к профессионалам, из тебя получился бы толк только после какого-то времени». «И то же самое касается молитвы». «Бог будет прислушиваться к вам на любом, даже нижайшем уровне». «Он будет работать с вами и будет развивать вас. И вы можете быть такими же сильными. Вы праведность Божия. Даже если вы спасены только 30 минут, Бог слышит ваши молитвы». «Аминь». «Просто со временем вы узнаете больше и становитесь более эффективными, понимаете?» «Каким образом?» «Молясь». «Да, молясь». «Практикуй это». «Я помню, как много лет тому назад читал книгу Чарльза Финея о молитве. И там у него была такая сильная фраза. «Самая лучшая школа молитвы — это молитва». «Да, аминь». «Самая лучшая школа молитвы — это молитва». Вы можете очень много узнать, молясь. И в 6 главе Послания к Ефесянам, «Все знают это место», Павел говорит, «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божье». Но после того, как он перечисляет все это оружие, в 18 стихе он говорит, «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых». В расширенном переводе сказано «Молитесь во всякое время, при каждом случае, в каждую пору, в Духе, различными способами молитвы». Это значит «разными». Да, есть другой перевод, в котором сказано «всеми видами молитвы». Разными видами. Да, и, конечно же, я узнал это от тебя. Повторю, это мой дневник с 1969 года, куда я конспектировал твои проповеди, записанные на бобинах, с каждой стороны. И у тебя была целая серия проповедей о молитве. А у меня был зеленый автомобиль. Дети называли его «зеленый шершень». Это была первая приличная машина, хотя нет, неприличная. Это была первая новая машина, которую мы приобрели. И она была зеленая-призеленая. У нее была зеленая виниловая крыша и зеленая днище. Именно ее ты ремонтировал. Это был понтиакт 1969 года. Я хорошо его помню, да. Именно на ней ты приехал в Шрифтпорт и проповедовал на эту тему. Я брал эти проповеди на бобинах домой каждый вечер и слушал их. Я прослушивал их, и когда слушал их во второй раз, я их конспектировал. Вот эти конспекты. Все эти конспекты. Это конспекты на тему разных видов молитвы. Виды молитвы. Часть первая. И вот что ты сказал. Я все это записал и учился молиться ими. Вот три основных вида молитвы. Во-первых, молитва посвящения и поклонения. Во-вторых, молитва благодарения и хвалы. И в-третьих, молитва, которая изменяет обстоятельства. Вот почему Брат Хейген сказал, что нельзя играть в бейсбол, используя правила футбола. Точно так же нельзя молиться определенными видами молитвы, используя правила, которые относятся к другому виду молитвы. Например, в случае молитвы посвящения и поклонения, это единственная молитва, в которой вы, согласно Писанию, можете сказать слова «Если будет воля Твоя». Но вы не можете использовать эти слова в молитве, которая изменяет ситуацию. Это убьет молитву. И получить какие-то результаты. Невозможно получить результаты. И вы можете молиться словами «Если есть на то воля Твоя» в молитве посвящения и поклонения. Потому что для этого она и предназначена. Какой бы ни была воля Твоя. Вы говорите «Боже, все, что Ты хочешь, я сделаю». «Если есть на то воля Твоя, чтобы я оставил свою работу и вошел в служение, тогда я готов это сделать». Господь показал мне это относительно молитвы посвящения. Он сказал «Сейчас ты в таком положении». И это было положение, в котором я покорялся во всем. Чтобы избавиться от каждого следа своих идей, своей воли и заменить ее Его волей. И я постоянно повторял Богу «Моя воля – исполнять Твою волю». А не избавляться от Твоей воли. Это не отвечает Писанию. «Моя воля – исполнять Твою волю». И я искал, я всюду искал Его ответа. И вот, что я получил в результате. Он сказал «Молись лучше так. Я в Твоем распоряжении». Это изменило мое направление. О, молиться так. Я в Твоем распоряжении. Это здорово. Я в Твоем распоряжении. Именно так и служил на этой земле. Да. Да, я совершаю только то, что я слышу, говорит мой Отец. Да. Я говорю только то, что я слышу, говорит мой Отец. Я делаю только то, что я вижу, делает мой Отец. Да. И далее, в Евангелии от Иоанна 16, 13, 14, 15 стихах Иисус сказал, «Когда же придет Дух Святой, то будущее возвестит вам, от Моего возьмет и возвестит вам». Итак, у вас есть обетование, на котором вы можете стоять, что Он будет открывать вам. Что говорить и что делать? Видите, как это все изменяет? И почему так много людей молятся наугад, когда пытаются молитвой изменить что-то, но при этом добавляют слова «Если будет на это воля Твоя». Например, в случае с исцелением, «Господь, если будет на это воля Твоя, исцели меня». Что ж, Он выразил Свою волю 2000 лет тому назад, когда Иисус висел на кресте. И вы должны уже знать это. Если вы знаете Слово Божье, тогда вы знаете, что Слово говорит «Его ранами вы были исцелены». В Библии сказано, что «Воле Божьей было привести Иисуса на этот крест ради нас». Это была воля Божья, чтобы Он понес эти раны на своей спине. Это была воля Божья, чтобы Он стал проклятием ради нас. И каждая болезнь, каждая немощь под проклятием. Поэтому, когда я говорю «Господь, если есть на это воля Твоя», «Если я молюсь, исцели меня, если есть на это воля Твоя», я молюсь неверно, я молюсь неправильно. Я не молюсь в соответствии с Писанием, поэтому я не получаю результата. И ты не можешь стоять в силе, потому что тебе не на чем стоять. Да. Знаете, я слышал, как Брат Хейгин сказал это на одном из своих семинаров в 68-м году. В том году он проводил пять десятидневных семинаров. И мы с Глорией не пропустили ни одного служения. То есть в 68-м мы побывали на пятидесяти его служениях. И каждый вечер он проповедовал на определенную тему, в серии проповедей, которую он назвал «Реальность искупления». По утрам он проповедовал на тему веры и молитвы. И я услышал, как он сказал таким образом, «Вы не можете устоять», как написано «И все преодолевше устоять, и так станьте, облегшись во всеоружие Божье». Это написано здесь, в 6-й главе послания к Ефесянам. И он сказал, «Вы не можете устоять, если вы не знаете воли Божьей». Верно. Вы не можете быть сильными и стоять на этом, не зная, что это воля Божья. И ваш долг — узнать об этом Слове Божьей. Да, как сказано в английском переводе, «Изучай, чтобы представить себя достойным». Я услышал это и подумал, «Вот теперь я понимаю, почему я был таким хилым во многих вещах». Я не уделял времени, чтобы узнать, а что же Слово Божье говорит об этом. Если вы берете то, что на эту тему говорит кто-то другой, и сами Слово Божье вы не изучаете для себя, вы просто обманываете себя. Даже если то, что они сказали правильно, вам нужно подтвердить это Словом Божьим для себя. Вы не должны приходить к Богу и говорить, «Брат Севейл сказал» или «Брат Коплан сказал». Нет, вам нужно прийти к Богу и сказать, «Ты сказал Своем Слове». Вот в чем разница. Аминь. И тогда кто-то говорит, «Откуда ты знаешь, что воля Божья для каждого — быть исцеленным?» Позвольте спросить вас, «Это воля Божья для каждого — быть спасенным?» Да. Кто бы спорил с этим? Но когда-то люди не верили этому, дали. Именно в нашем с тобой поколении Бог поднял Билли Грэма, Орла Робертса, Кеннета Хейгена и других, чуть раньше Эми Симпл Макферсон и так далее. Всех этих разных людей. Билли Сандыя, разных пламенных проповедников и евангелистов. Но люди спорили с этим. Они говорили, «Да нет же, Бог не любит грешников». Но это неправда. И когда откровение, Слово Божье его вернулось в церковь, мы осознали, что это воля Божья. Мы читали об этом вчера. Когда вели людей в спасение через молитву покаяния. «Каждый, призывающий имя Господне, спасется». Вот воля Божья. Можешь себе представить двух людей, приходящих к алтарю после проповеди о спасении? Ты приглашаешь людей принять спасение, и двое приходят к нему, и ты говоришь одному, «Воля Божья в том, чтобы ты спасся». Но ты — нет. Ты бы не сказал этого. Это невозможно. Ты не можешь сказать так, если знаешь, что говорит Слово Божье? Нет, не можешь. Здесь сказано, что его воля, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Но это сделал возможным тот же самый Иисус, который понес раны на своей спине, чтобы мы могли быть исцелены. В тот же день. Той же жертвой. Да. Тогда неужели я, приглашая двух людей на молитву за исцеление, буду говорить им, «Воля Божья исцелит тебя, но не тебя». Если это воля Божья, чтобы они оба спаслись, это воля Божья, чтобы они оба исцелились, это воля Божья, чтобы они оба преуспевали, это воля Божья, чтобы они оба были целостны. Джерри, единственная причина, которую я видел за все эти годы своего служения, более 45 лет, это оправдание. Мы знаем, что Слово Божье говорит так, «Но когда один человек помолился и ничего не получил, а другой человек получил, но вперед для молитвы вышли двое, оба ответили на призыв к покаянию, и один из них вопит, прыгает, орет и плачет, «Боже мой, Боже мой, Боже мой!» Потом танцует вокруг скамьи и падает на пол, закатывается под скамью, отрывается по полной программе, потому что он был освобожден от греха. Но на другом конце скамьи сидит другой человек, он ведет себя тихо и спокойно молится. И потом кто-то может сказать, «На вчерашнем служении...» Двое мужчин приняли спасение, но только один из них принял его по-настоящему. Но если говорить правду, то тот человек, который вел себя спокойно, принял Бога. И, возможно, хоть и не все время, но, возможно, в самом начале, он будет сильнее, чем тот другой человек. Потому что, когда все это восхищение проходит, вам придется возвращать этого человека обратно к Слову Божьему. И, знаете, я был таким. Да. Вот такое представление. Ну, знаете, вам нужно задуматься о том, что этот человек сделал в прошлом, все его ошибки, все, что он натворил. Нет, 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 нет. Если вы начинаете думать об этом, вы полностью удаляете себя от Слова Божьего. Да. И поступая так, люди начинают думать и молиться. «О, если есть на это воля Твоя!» Хотя этот принцип срабатывает только в отношении молитвы посвящения и поклонения. Верно. Да. Именно поэтому вы не можете молиться так. Вы не можете использовать правило, за неимением лучшего термина, молитвы посвящения в молитве, которая изменяет ситуацию. Позволь мне задать тебе еще один вопрос. Давай поговорим об этом, пока у нас есть еще немного времени. «Иисус молился или не молился так, если будет на это воля Твоя?» Нет, Он так не молился. «Да как же, брат Копланд, а вот в Гефсиманском саду?» Нет, Он молился не так. Он сказал, «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Он не хотел проходить через это. Он не хотел быть отсоединенным от Своего Отца. Дело было не в том, что Он должен был пойти в ад, а в отделение от Своего Отца. Из-за этого пот выступал, как капли крови. Иисус даже не хотел этого. В этом не было Его желания. И Его воля хотела увести Его в сторону от этого. Но Иисус сказал, «Да будет воля Твоя». Твоя воля, а не моя, да будет. Это посвящение и поклонение Богу. А не «Если будет на это Твоя воля». Я сам молился таким образом. Господь, если есть на это Твоя воля, я спрашиваю Тебя, Господь, но я в Твоем распоряжении. Если есть Твоя воля на то, чтобы я поехал туда, я поеду. Я пойду туда. Я сделаю это. Если есть на это воля Твоя, чтобы я сделал это или то, я сделаю это. Но «Да будет воля Твоя». Да. Я помню первый самолет, которым Бог благословил мое служение в 1976 году. Мне доставили этот самолет, и он был свободен от долгов. Я поставил его в свой ангар. Я, Кэролин и девочки, мы возложили на него руки и радовались ему, ты знаешь. Мы два года стояли в вере об этом самолете. И когда я закрыл дверь ангара и приготовился идти домой, я услышал внутри себя, «А что, если Бог скажет тебе отдать его, прежде чем ты на нем полетишь?» И мне это не понравилось. Я подумал, «Это невозможно, отойди от меня, сатана». Понимаешь? Ведь я два года верил о нем, сел в семье. Я сел в машину и уехал. Я доехал до 28-й улицы на Норд-Ист. Ты знаешь, ангар был на Мичем. Я развернул машину и поехал обратно. И Кэролин спросила, «Что ты делаешь?» Я ответил, «Что-то произошло». Мне не понравилось, как я среагировал. Мы должны вернуться. Мы вернулись обратно, открыли ангар, возложили на него руки, и я сказал, «Господи, если будет на это воля Твоя, чтобы я отдал этот самолет, прежде чем я на нем полечу, я просто хочу, чтобы ты знал, я посчитаю радостью, возможностью наблюдать, как ты делаешь невозможное». В этом случае твоя вера взяла верх. И я никогда не забуду того, что он сказал. Он сказал, «Хвалю». А теперь наслаждайся им. Да. Но послушай, давай поговорим о том, что теперь, по прошествии 30-40 лет, или сколько их там, тебе бы больше не нужно разбираться с этим. Джерри, самая восхитительная вещь, которую ты можешь услышать в своей жизни, когда Бог говорит тебе, «Дай что-то этому человеку». Ты получаешь от этого самое большое наслаждение в жизни. И теперь ты отделен от всех этих вещей. И ты снова возвращаешься назад. Хорошо, да, я это сделаю. Я в твоем распоряжении. И все такое. Но посмотри, какой произошел рост в этой молитве. Это была основа, потому что у тебя было на чем стоять и основываться в молитве. Происходит такое возрастание в этой молитве, что ты начинаешь думать, «Ты хочешь, чтобы я отдал это?» Господь, а как насчет... И это становится настолько реальным и насыщенным, потому что он так близко к тебе, и он непосредственно задействован в том, что ты делаешь. Ты не думаешь о том, нужно ли тебе иметь это, или не нужно тебе это иметь. Ты просто плаваешь в его присутствии. Ты ищешь прежде всего Царства Божьего, а все эти вещи прикладываются тебе. Вещи приходят и уходят, а ты просто радуешься и наслаждаешься жизнью с Богом. Именно в этом его цель. Постоянно, все время. Не так ли? Наше время подошло к концу. Снова? Снова. Мы с братом Джерри вернемся через минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор 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 субтитров 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 А.Егорова Есть люди, которые могут молиться вместе с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Поэтому сообщите нам, напишите нам о своих молитвенных нуждах, и мы будем рады помолиться вместе с вами. Получите помощь, если вы нуждаетесь с ней, но продолжайте учиться дальше. До встречи на завтрашней передаче. Это Кеннет и Джерри приказывают вам помнить, что Иисус Господь. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Слава Богу! У каждого верующего, каждого рожденного свыше чада Божьего, есть голос. И это не эхо. Это голос. Голос победы. Голос веры. Голос молитвы. Слава Богу! Аллилуйя! Я восхищен этим. Я рад, что сегодня у нас в студии Джерри Савейл. Слава Богу! Ты знаешь, Джерри, нам нужно рассмотреть разные виды молитв. Потому что я хочу перейти к молитве прошения. И вообще нам нужно выделить всю следующую неделю на обсуждение молитвы прошения. Мы посвятим ей целую неделю. Итак, давай рассмотрим эту тему. И, пожалуйста, веди нас в этом изучении. Слава Богу! Что ж, повторим. В 6 главе послания к Ефесянам Павел говорит, «Я зачитываю из аршивного перевода, что нам нужно молиться все время, при каждом случае, в каждую пору, в духе, всеми способами молитвы». В другом переводе сказано, «всеми видами молитвы». Итак, это значит, что существует не один вид молитвы. Все время? Да. Это возвращает нас к тому, что сказал Иисус. Людям надо навсегда молиться. И далее в послании к филиппийцам апостол Павел сказал, «Ни о чем не заботьтесь, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». В этом жизнь. Молитвенная жизнь — это не просто стонать, «О Боже, о Боже, о Боже!» Молитвенная жизнь — это общение с Иисусом через Духа Святого и Слово Божье постоянно. Да. Все время. Если Бог обращается к вам постоянно, как вы можете потерпеть поражение? Вы не потерпите. Если вы слышите Бога все время, и Он утверждает ваши стопы, указывая вам, что делать и как это делать, вы не можете потерпеть поражение. Вот почему то, что ты сказал 45 лет тому назад, когда я впервые услышал это, что каждая неудача христианина — это неудача в молитве или небрежность в молитве. Это не Божья неудача. Бог не автор неудач. Его Слово работает, Дух Святой работает, Иисус работает. Все это оружие, не плотское, данное нам работает. Поэтому, если здесь есть чата неудача, то, скорее всего, это моя неудача. Я что-то делаю не так. Но благодарение Богу, когда я вкладываю Слово Божье в себя, и оно начинает обновлять мой разум, пребывает во мне, тогда мои неудачи остаются в прошлом. Ты затронул здесь кое-что, и я хотел бы остановиться на этом. А потом мы продолжим двигаться дальше. Это касается любого вида молитвы. Послушайте, никогда не обвиняйте в молитвенной неудаче Бога или кого-то другого. Знаете, это не вина других людей, не вина вашей жены, не вина вашего мужа, не имея значения, что делает ваш муж или жена. Неужели их неверие уничтожит Слово Божье, как сказано об этом в послании к римлянам, и дальше там написано, «Никак». Бог не допустит этого. Ничьё неверие не будет влиять на вашу молитвенную жизнь, пока вы не позволите Ему. Возможно, она будет иметь определённое воздействие, но вы стоите на своём, потому что Бог проведёт вас через всё благодаря вере. Не обвиняйте в неудаче Бога или других людей. Встаньте и возьмите ответственность на себя. Господь, ты не можешь ошибаться. Это я ошибаюсь. Мне нужно здесь измениться. Да. Аминь. И с этого нужно начинать. Для того, чтобы развить зрелую молитвенную жизнь, нужно принять тот факт, что Бог не может ошибаться. Бог не может ошибаться. Его Слово не может ошибаться. И Его воля для вас. Это чтобы вы были успешны. Благодарение Богу, который всегда даёт нам торжествовать. Итак, раз вы выиграли, раз проиграли. Бог так не думает. Да, так не думает. Бог думает. Победа каждый раз. И Павел говорит здесь о разной видах молитвы. Во-первых, молитва посвящения и поклонения, которую мы рассматривали на вчерашней передаче. Когда вы просто говорите Богу, «Я готов сделать всё то, что Ты от меня хочешь. Я готов переехать в Техас. Я готов переехать на Аляску. Я готов переехать в Китай». Это молитва посвящения и поклонения. Далее идёт молитва благодарения и хвалы. И много людей думают, «А что имеется в виду молитва благодарения и хвалы?» Я рассматриваю молитву благодарения и хвалы не как молитву, в которой я прошу Бога о чём-то. Я просто провожу день, поклоняясь Ему. Я просто наслаждаюсь, прославляя Его и благодаря Его за то, что Он уже совершил. Знаешь, мне нравится говорить так. «Благодарение и молитва сослужат Вам хорошую службу». Бог наслаждается отношением благодарения. О, да. А кому бы это не понравилось? Я склонен делать больше для людей, которые благодарны за то, что я делаю для них. Например, когда человек никогда не говорит спасибо, человек, который ведёт себя так, как будто Вы должны ему что-то. У нас, Кэролин, такое отношение. Мы всё время благословляем людей. И некоторых людей мы благословляем не один раз, не дважды, не четырежды, и не пять раз. Но когда мы ни разу не видим отношения благодарения, я задумываюсь, что не так с этим человеком? Почему он не проявляет благодарности? Я просто не могу себе представить, учитывая всё то, что Бог сделал в моей жизни, чтобы я ни разу не сказал Ему, «Спасибо тебе». Ни разу не выразил свою благодарность за это. Мне кажется, хороший пример — это десять прокажённых. Да. У всех была проказа. Все взывали к Нему. Все хотели исцеления. И Иисус сказал, «Идите, покажитесь священнику». В Библии написано, «И когда они пошли, то очистились». Каждый из них очистился от проказы. Но далее написано, что только один вернулся и упал возле ног Иисуса и поклонился Ему. И воздал Ему хвалу. Иисус ответил, «Вера твоя исцелила тебя». Он не только очистился, но нет ни одного свидетельства, что эта немощь вернулась в Его тело. Его тело восстановилось, а это больше, чем просто быть очищенным от проказы. Да. Потому что человек мог потерять из-за этой немощи ухо, пальцы и так далее. Эта болезнь вызывает ужасные вещи. Но Его пальцы восстановились. Все в Его теле восстановилось. Да. И обрати внимание, это произошло из-за отношения благодарения и хвалы. В этом случае они проявили послушание. Помнишь, как они молились? «Помилуй нас! Помилуй нас!» Иисус ответил, «Идите, покажитесь священнику». И они были послушны. Да. Ведь это просто, не так ли? Они помолились. Иисус сказал им, что делать. И если бы они ответили, «Нет, мы не хотим идти к священнику. Мы хотим, чтобы Ты исцелил нас». Все бы на этом закончилось. Потому что они бы не были послушны тому, что Он сказал. Но когда они проявили послушание, проказа ушла. Но только один из них вернулся, пал пред Иисусом и начал воздавать Богу хвалу. Он пребывал в этом присутствии, и это вывело его на уровень чудотворения. И это было возможно все время. Да. Остальные тоже могли получить это, но они не вышли на высший уровень молитвы. Да. Итак, эти два вида молитвы связаны между собой. Они продолжали приносить результат, расширяясь и возрастая. И это отношение благодарения выводит вас на другой уровень. Оно открывает такую сферу благословений Божьих, как ничто другое. Они дополняют друг друга. Просьбы, послушания, благодарения, хвала, разные виды молитвы дополняют друг друга. И для этого они и предназначены. Бог не создал все строго по правилам. Вот так, так, так и так. Он сделал это для того, чтобы мы могли изучать молитву. Но когда они дополняют друг друга, это достигает такого уровня через благодарение и хвалу, которого не достигли другие. Понимаешь? Да. Знаешь, это если бы ты сказал, Джерри, прежде чем ты уедешь сегодня отсюда, мы пойдем с тобой в магазин Наймана Маркуса, и я куплю тебе новый костюм. Я бы сразу ответил, спасибо тебе, брат Коплан, ты очень добр, хотя я еще не видел костюм. Но это благодарение, это уверенность, это вера, это высшая форма веры, которая только существует, сказать спасибо, прежде чем ты что-то увидел. Иисус сказал так, Джерри, помнишь сотника, который ответил по Слову Божьему? Он сказал, тебе даже не нужно приходить в мой дом, скажи только слово, и слуга мой будет исцелен. Иисус сказал, я не видел такой огромной веры во всем Израиле. Он удивился вере этого сотника. Почему? Потому что единственное доказательство, которое нужно было этому человеку, это Слово Иисуса. И когда вы прилагаете молитву благодарения к молитве веры, о которой говорится в Евангелии от Марка 11, 24, где Иисус сказал, верите, что получаете, когда молитесь. Если вы действительно верите, что получаете, когда молитесь, тогда вашим следующим шагом будет благодарение. Да. И очень часто, пока я ожидаю проявления того, что я поверил, что получил, я больше не обращаюсь к этому виду молитвы. Теперь я приношу благодарение. Иначе говоря, я поверил, что принял, когда помолился. Боже, я благодарю Тебя за те финансы, о которых я говорил Тебе вчера. Я поверил, что получил их, и я благодарю Тебя за них. Именно об этом мы говорили недавно. Апостол Павел сказал, и особенно хорошо это видно в расширенном переводе Библии, продолжайте открывать свои нужды перед Богом. Не просить снова и снова, но через хвалу и благодарение. Именно так эти нужды постоянно в его присутствии. Дело не в том, что он забывает или не знает о них, а в том, что вы пребываете на этом высшем уровне веры. И благодарение и хвала — это большая пушка веры. Вы пребываете там, освежая и оживляя их перед престолом благодати, перед Богом. Да. Да, уверяю вас. И у сатаны нет никакой защиты перед ней. Потому что в 8 и 9 псалмах сказано, что хвала делает врага безмолвно. Да, Иисус, младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу. А в другом переводе сказано, ты усовершил силу. Он говорит, что сила приходит от хвалы. Да, Иисус сказал так. Да. И когда вы помолились и верите, что получаете, все остальное время вы уже не повторяете эту молитву снова. Но благодарите Бога. Джерри, ты подвел нас к очень интересному месту. Мы с тобой говорили об этом. Кстати, ты упоминал об этом сегодня, и это снова возгрело меня. молитва прошения выделяется из того, что я видел в Слове Божьем и на собственном опыте своей молитвенной жизни за все эти годы. Она выделяется, охватывая все различные виды молитв. прежде всего, невозможно приносить прошение, не зная воли Божьей. Если я собираюсь подать тебе какое-то прошение, мне нужно иметь это прошение, чтобы ходатайствовать о нем. Если ты представитель городской власти, мне нужно знать закон. Мне нужно знать, о чем я могу просить. Должны существовать какие-то записи того, что ты сказал, чтобы я мог обратиться с прошением к власти. И это включает в себя хвалу Божью в молитву. Потому что я знаю, что ты сказал. Я пришел сюда, чтобы подать прошение, и мы еще поговорим об этом. И я хочу прославить тебя, Господь, и поблагодарить тебя за то, что ты сказал это. Это мое, и я благодарю тебя за это. Вы начинаете свою молитву с хвалы и поклонения. Вот почему Иоанн говорит... Мы рассмотрим это на следующей неделе. Вот почему Иоанн говорит в первом послании Иоанна 5, 14 и 15, что это дерзновение, уверенность. Видите, когда вы уже знаете, что говорит закон, когда вы уже знаете, что говорят записи, когда вы уже знаете, что говорит Бог, вы приходите к нему с сомнениями, и вы знаете, что получите то, о чем просите. не зная, что сказано в 18 стихе, и лукавое не прикасается к нему. Да. Он даже не может проникнуть туда. Похоже на тот случай, который произошел с нами. Мы находимся на южной стороне Форт-Форта, и Господь сказал мне много лет тому назад, «Я хочу, чтобы ты приобрел всю эту землю и получил права на добычу минералов». Мы приобрели эту землю для нашего главного офиса, и чуть позже мы приобрели землю для церкви. Осталось 20 акров, которые были мне нужны для территории церкви. Но они нам не принадлежали. И их владельцы говорили, «Нет, мы не собираемся продавать их, и мы не хотим этого делать». Но однажды, когда я проходил там, я увидел, что кто-то поставил там табличку, на которой запрашивалось разрешение на отведение для этих 20 акров под строительство. Я увидел это и подумал, «Что здесь происходит?» Я позвонил одному из моих служащих и попросил, «Сходи в городскую администрацию и узнай, в чём дело». Мы узнали, что тот человек, которому принадлежала эта земля, собирался отдать её для коммерческого использования, под строительство. И человек, которому он собирался продать её, должен был прийти туда и построить там трейлерный парк, парк для передвижных домов и складов. И это должно было происходить прямо за моей церковью. Я нуждался в этом участке. У нас были определённые планы на него. Поэтому я сказал, «Нет, они не могут этого сделать, потому что я знал, что говорит закон. Прежде чем они смогут отвезти эту землю под строительство, поскольку я единственный владелец земли, соседствующий с ними, они должны прийти ко мне и сообщить мне первому, «Мы собираемся просить разрешения на строительство». И я сказал, узнай, когда они собираются подавать заявку на разрешение. Я послал туда нашего представителя. Я сказал, «Пойди туда и присутствуй на этом заседании». И когда поднимут этот вопрос, скажешь им, «Мистер Савел протестует. Мы не хотим, чтобы за нашей территорией ввели строительство. У нас собственные планы. Мы хотим приобрести эту землю». И дело не только в этом. Вы совершили это противозаконно. Я знал, что согласно закону, они должны были прийти и сообщить мне первому. Да, и это было основанием для моего ходатайства. Наш представитель поехал туда, и судья вмешался. Он спросил у владельца этой земли, «Почему вы хотите отдать эту землю под строительство?» Он ответил, «Потому что я собираюсь построить там парк для трейлеров и складов». Судья ответил, «Но вы не сделали это в соответствии с законом, и мистер Савел обратил на это ваше внимание. Прежде всего, вы не проинформировали ни его, ни других владельцев земли, а ваши намерения. Мистер Савел обратил на это ваше внимание». И потом судья обратился к моему представителю, и он спросил, «Чего же желает мистер Савел? Тот ответил, «Он хочет купить эту землю, и он готов сделать это». Судья спросил, «Хотите продать эту землю ему?» Тот ответил, «Да, я продам ее ему». Итак, мы... Это произошло в зале суда. Они вынесли решение на нашу пользу. Но почему? Потому что я знал закон. Он был основанием моего ходатайства. Вот что значит молитва прошения. Вы должны знать волю Божью прежде, чем вы сможете просить Бога. И когда вы знаете волю Божью наперед, именно поэтому Иоанн говорит, «И вот какое дерзновение мы имеем к нему». В этом ключ. Главный ключ. Это правило небес. Я не понимал, почему сатана смог избежать наказания за то, что он сделал в Эдемском саду. Я не понимал, почему это произошло. Много лет назад я начал изучать это, начал спрашивать об этом Бога, искать откровения. Да. И вот что Господь сказал мне, Джерри. Он сказал мне, «В то время не было записанного закона». Да. Я и не задумывался об этом. Дальше он продолжил. «С годами, по прошествии времени, возьмем, например, меня и тебя. Мы с тобой живем на бесплодных землях, там нет ни правительства, ничего, и мы с тобой заключаем договор. Мы заключаем завет друг с другом, я обещаю тебе определенные вещи, а ты обещаешь мне определенные вещи. Мы создали закон, и мы записали его. Теперь, если ты не исполнишь обещанное, ты нарушил закон, действующий между нами. Если мы с тобой исполним это слово, и исполним этот закон, это свяжет наши семьи. И со временем станет законом между нашими семьями, которые, в свою очередь, станут общинами, а потом и правительством, и так далее». Эти два завета были записаны в пылу битвы на этой земле. Они продемонстрировали грех. Что правильно, что неправильно. И волю Божью для всего. И эта воля устоит. Иисус сказал, что она не придет. Она будет стоять, как закон веков. Да. Хвала Богу. На протяжении всей вечности. Это восхищает меня, что у меня есть копия этого завета. Послушайте, что Давид сказал в 19-м псалме. Это очень отважное заявление. «Да исполнит Господь все прошения твоим». Господь исполнит все ваши прошения. Но послушайте также, что он сказал в 9-м псалме. Он не подавал ему ни одного прошения, которого бы тот не исполнил. Но послушайте, с какой уверенностью он произнес это. 9-й псалм. «Ибо ты производил мой суд и мою тяжбу». О чем он говорит? «Боже, я знаю, что говорит Твое слово. Я знаю, что говорит закон. И поскольку я знаю его, он является основанием моего прошения, и ты исполнишь все мои прошения». Почему? Потому что я знаю из того, что ты сказал в Своем слове, «что у меня есть право на это». У религии существует противоположная идея. То есть, «я бы не осмелился говорить так Богу, я бы мог получить от Него по голове». Нет. Если он честен. Нет, нет. Вы не ставите Бога в неловкое положение, когда напоминаете Ему о Его слове, и этим не вызовете Его недовольство. Именно тогда Бог начинает улыбаться, потому что «Тот, кто верит Его Слову, одержит победу, а Бог получит холд.» Я помню, как однажды говорил Господу, «Неужели я имею такое влияние на Тебя?» И Он ответил, «Ты даже не представляешь, какое влияние Ты имеешь на Меня». Но эта молитва прошения относится к третьей категории молитвы, которая изменяет обстоятельства. И лично для меня, вообще-то, все эти молитвы важны. Но молитва, которая изменяет ситуации, это молитва согласия, молитва связывания и развязывания, молитва ходатайства и молитва прошения. Но из-за того, что происходит сейчас в теле Христа, из-за всей этой неразберихи в мире, из-за хаоса в экономике, падения экономики и прочее, я обнаружил за последние 40 лет, что молитва, которая приносит самые быстрые результаты в самых невозможных ситуациях, это молитва прошения. Именно поэтому я хочу посвятить ей целую неделю. Я соглашаюсь с этим и подтверждаю это. Я хочу спросить у тебя кое-что. У нас осталась только минута, и я хочу изложить это перед тобой. Было бы чудесно, если бы, видя все то, что происходит вокруг тебя, чувствуя свою отрешенность от этого, у тебя не было бы никакого чувства тревоги относительно экономики и всего, что происходит. Ты как будто бы смотришь на все это через окно. Именно об этом сказано в 90-м салме, а также в 54-й главе книги Исаии. Через эти окна мы только смотрим очами своими и видим приближающиеся разрушения. Пойдет тысяча с одной стороны, и десять тысяч с другой стороны. А когда пыль осядет, вы будете стоять. Да, но вы не можете просто вызвать это чувство. Оно приходит благодаря молитвенной жизни и знанию о своем отделении от мира. Вы не отделяетесь от этой мирской системы благодаря какой-то особенной одежде. Вы можете одеваться по-другому, если вам нравится, но это не отделит вас от мирской системы. Вас отделяет от мира откровение от Бога и Его Слово. Нас ждет чудесное время на следующей неделе. Мы вернемся через минуту. Пятница на передаче «Победоносный голос верующего» всегда является днем пожертвований. Именно этому Господь научил нас и дал нам такое указание. И в Библии говорится о финансах. В ней также говорится о духовных законах, о делах плоти и плодах духа. Итак, послание к Галатам. «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Давайте применим здесь закон прощения. Вы можете сделать это немедленно. Придите к Господу и скажите, «Господь, я хочу отреагировать на то, что я слышал на этой неделе на передаче «Победоносный голос верующего» и поделиться с братом Савейлом и братом Копландом. Я знаю, что я пожинаю то, что я сею. Открой мне, пожалуйста, что ты ожидаешь от меня». И замолчите после этого. И то, что Господь вам скажет, исполните. А сейчас, Джерри, прочитай то, что сказал Давид. Хорошо. 19-й Псалом он начинает такими словами, «Да услышит тебя, Господь, день печали». И это хорошая новость. Дальше он продолжает, «Да воспоминет все жертвоприношения твои». И после этого, «Да исполнит Господь все прошения твои». Он исполнит. Он не просто способен. Он исполнит. Если вы просто пытаетесь что-то придумать, это одно. Но когда вы замолкаете перед ним и исполняете то, что вы верите, он побудил вас сделать, даже если вы ошиблись, но если вы всем своим сердцем верите в это, Бог будет сотрудничать с вашей верой. И позже он исправит вас. Поэтому займите это положение. Пусть это станет молитвенной скалой. Он слышит все мои прошения. И прибавьте к этому сказанное в Весае 55. Твое слово не вернется к тебе тщетным. Вот как я это делаю. Я говорю, «Господь, я даже беру все свои корешки от чеков и говорю, «Господь, ты сказал, давайте и дастся мне». Ты сказал, что будешь помнить все мои пожертвования. Здесь в меня записаны все мои пожертвования. Сейчас у меня финансовая нужда. И вот мое прошение. Я основываю его на твоем слове. Я сею в свое семя, и твое слово говорит, что ты никогда не забываешь мои пожертвования, и ты исполнишь мои прошения. Спасибо тебе. Аминь. И я верю, что принимаю. Отец Небесный, мы прославляем тебя. Мы принимаем сегодня это пожертвование от твоих людей. И мы благодарим тебя, что ты открываешь им свою волю относительно их роли и участия в нашем служении. Да, Отец. Мы воздаем тебе хвалу и честь. И мы стоим на твоем слове, Иисус, записанном в Евангелии от Марка 10, 29 и 30. Каждый, кто дает ради меня и Евангелия, получит еще в этой жизни во сто крат. И мы благодарим тебя за это. Мы стоим на основании молитвенной скалы. во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Мы с братом Сивейлом вернемся в понедельник. Будьте частью хорошей церкви. Слава Богу, принимайте участие в пробуждениях. Не будьте нейтральными. Аминь. До встречи. А пока помните, что Иисус Господь. Редактор субтитров А.Семкин